МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня выпуски. В Кустанайской области в этом году отремонтируют дороги районного и областного значения на 19,2 миллиарда в семье. О том, как сейчас проходит ремонт дорог, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. В Кустанайской области активно ведут свою работу прививочные пункты. За последний месяц замечается увеличение числа желающих привиться против COVID-19. В одном из таких пунктов побывала Алияда Смагомбетова. 25 июля в Казахстане пройдут выборы акимов сельских округов, сел и поселков. Выбирать будут не всех сельских акимов одномоментно, а только тех, чей срок полномочий подходит к концу. В Кустанайской области выборы пройдут в 65 сельских округах. В Кустанайской области в этом году отремонтируют дороги на 19 миллиардов тенге. Как отмечают чиновники, это позволит увеличить на 3% долю автомобильных дорог областного и районного значения, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Среди крупных проектов чиновники называют реконструкцию участка автодороги Айет, Варваринская, Граница области и средний ремонт автодороги в обход Аркалыка. Татьяна Калюжная продолжит тему. В этом году в Кустанайской области планируется отремонтировать дороги на 19,2 миллиардов тенге. Это в общей сложности 227 километров автодорог местного значения и 264 участка улиц населенных пунктов. К примеру, это реконструкция участка автодороги областного значения Айет, Варваринская, Граница области, 20-35 километров и средний ремонт автодороги областного значения Северный в обход Аркалыка. В рамках спецпроекта АУЛ ЕЛБСЕГЕ из 50 запланированных дорожных проектов договоры, отмечают чиновники, заключены пока лишь по 18 объектам. Строительно-монтажные работы не начаты в связи с проведением конкурсных процедур. Это по 32 объектам. Один – Камыстинский, по два – Джангельдинский, Узункольский, три – Аулекольский, по четыре – Биембет, Майлина, Житикаринский, Карасусский, пять – Карабалыцкий, семь – Кустанайский район. Освоение по реализуемым объектам в рамках спецпроекта составляет 45,7 миллион тенге или 4% от годового плана. А вот по проектам, реализуемым за счет трансфертов из местного бюджета, по словам Алжаса Нургалиева, уже проведены работы про фрезирование и рыхление 453 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Асфальтом покрыли примерно 317 тысяч квадратных метров. Здесь освоение денег составляет 27%. Освоение по всем же программам сейчас обозначено 28%, а это больше 5 миллиардов тенге. «Хорошая работа идет по городу, я вижу это. Два месяца уже прошло, погода была просто благоприятная, дождей не было. Май месяц, июнь месяц. Остается 3 месяца примерно теперь работы. Мы должны подтянуть. Уже в октябре там невозможно будет после 15 в асфальт вложить. А может даже еще раньше. Погода может быть разная, осенью. Поэтому давайте ускорять надо будет работу. А так в целом по городу работа идет хорошая, объемная». Как отмечают чиновники, по итогам 2021 года с учетом выделенных средств количества автомобильных дорог, областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится на 3% и составит 78%. По доле этого индикатора наша область находится на 9-м месте в стране. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Новые правила пересечения государственной границы с Россией для казахстанцев вводятся с 10 июля 2021 года. Для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19». Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест, отобранный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию России, и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR-кода. Код выдается лаборатории. При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы. Единственный способ вернуться к обыденной жизни, как в докарантинные времена, с путешествиями, встречами с друзьями и родными – это всеобщая вакцинация, говорят врачи во всем мире. В Костанай активно ведут работу прививочные пункты, которые сегодня расположены в торгово-развлекательных и бизнес-центрах. За последний месяц число желающих получить вакцину против COVID-19 увеличилось. Привиться можно в крупных магазинах и торговых центрах с 10 утра и до 8 вечера, ежедневно и без предварительной записи. За работой одного из прививочных пунктов наблюдала Алия Досмагомбетова. Этот прививочный пункт находится в торговом центре Костанай-Плаза. Он работает на протяжении четырех месяцев. Тут за это время успело привиться большое количество людей. За последнюю неделю здесь замечается увеличение числа желающих привиться против COVID-19. Это примерно около 200 человек в день. В прививочном пункте в торгово-развлекательном центре Плаза сегодня очередь. Поток людей за время нашего нахождения там не прекращался. Одни после прививки уходили, но следом приходили другие кустанайцы, желающие поставить вакцину. Я пришла сюда добровольно. Я гражданка России из Санкт-Петербурга. В связи с тем, что регистрация у меня продлена еще на год, решила обязательно провакцинироваться. Я считаю, что это обязательное, потому что надо, чтобы все жители планеты были здоровы. Зависит все от нас, от нашего сознания. В первую очередь это забота о своем здоровье, о здоровье своих близких, так как ситуация с коронавирусом в стране нестабильная. Я решил сам прийти на вакцину. Этот прививочный пункт обслуживает поликлиника номер 3 города Кустанай. Как рассказала врач-эпидемиолог Акбата Куанышбаева со 2 июля и в самой поликлинике, и в прививочном пункте число людей, желающих привиться, значительно увеличивается. Порой вводится около 600 доз вакцины в день. Со 2 числа, как вышло постановление главного санитарного государственного врача, что получается до 15 июля все граждане должны привиться первым компонентом и вторым компонентом до 15 августа, то число желающих провакцинироваться, особенно в ТРЦ-плазе, увеличилось. За последние, получается, дни мы в Плазе проводим от 200. Получить вакцину в пунктах вакцинации можно ежедневно с 10 утра и до 8 вечера, без предварительной записи и вне зависимости от места вашего прикрепления. Тем временем в Казахстане число вакцинированных на сегодняшний день составляет уже 4 миллиона человек, а в нашей области – 173 тысячи. Согласно постановлению главного санврача республики, до 15 июля все работники, занятые в сфере обслуживания населения, должны получить первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. К 15 августа полностью невакцинированных уже быть не должно. Эта новость стала самой обсуждаемой в последнее время. Правда ли, что иммунизация стала обязательной? Или все-таки у граждан есть выбор? Эти вопросы волнуют многих. Вот что по этому поводу ответил главный государственный санитарный врач Лисаковска Александр Горбенко. Брифинг, организованный по самым острым вопросам, касающимся вакцинации, еще одна попытка донести до населения ее важность. А отвечая на частый вопрос о принудительной прививке, главный санитарный врач Лисаковска Александр Горбенко пояснил, что права выбора у жителей никто не отнимал. То есть, получается, альтернатива есть у человека. Если он не может быть привит, у него должна быть справка. Если у него нет справки, и он не привит, у него должен быть ПЦР-тест каждую неделю. Но если ты не хочешь, ну сиди, как в прошлом году, мы июнь, июль, август просидели, закрывали первую школу, помните, что творилось? Для недопущения повторения ситуации прошлого года и необходима иммунизация граждан. Ведь сейчас главный вопрос – это выживание населения и выработка коллективного иммунитета от коронавирусных штаммов. И вакцинация – не только щадящий способ получить необходимые антитела, но и более безопасный. То есть, если ты первый раз перенес проблему, ты вылечился, второй раз перенес проблему, на третий раз тебя хватит или нет? Ну, не хватит. Так вот, мы хотим, чтобы люди выжили, чтобы просто сделали выводы для себя, нужно это делать или нет. Сегодня дополнительный пункт вакцинации в Лисаковске открыт в местном ДК. Местные жители приходят сюда достаточно активно. Здесь сейчас чистое помещение, никого нет, люди просто пришли прививать. Видите, какая толпа людей пришла? По 400 человек где-нибудь прививаются. А там боятся ходить. Ну, как бы, общественно, мы не изучаем. Тоже закон. По последним данным, в Лисаковске вакцинацию прошли свыше 7,5 тысяч человек. В том числе, более трех тысяч уже получили второй компонент. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент». Расследованием дела о хулиганстве заняты как полицейские Рудного, так и сотрудники областного департамента полиции. Два человека пострадали в результате конфликта, привившего в массовую драку. В региональном полицейском ведомстве рассказали обстоятельства дела. По данным полиции, сообщение о драке на улице Санригайло поступило около 20 часов 30 минут 2 июля. На место были направлены ближайшие наряды и следственная оперативная группа. Полицейские обнаружили двух избитых мужчин, их товарища и девушек. Одного из потерпевших отправили в Кустанайскую областную больницу. Диагноз у второго потерпевшего – перелом челюсти и травматическая ампутация зубов. А один из потерпевших был госпитализирован в Урдинскую городскую больницу. С диагнозом закрыта черепно-мозговая травма, соотношение головного мозга, гематомы, мягкой ткани лица. Факт был зарегистрирован по статье хулиганства в группе лиц Уголовного кодекса Казахстана. Данное деяние может караться как штрафами, так и лишением свободы на срок до 5 лет. Квалификация по хулиганству имеет место быть, поскольку данный конфликт произошел в связи с малозначительностью повода, что говорит о том, что люди, совершившие преступление, были настроены вести себя по-хулигански, собственно. Там есть общественное место, то есть было много очевидцев. Доставлены, задержаны, управление полицией, четверо подозреваемых, четверо лиц совершили данное преступление. Все жители города Уродного ранее не судимые. Досудебное расследование осуществляется, оно не окончено, в связи с чем могут появиться основания для регистрации других преступлений, как то причинение средней тяжести вреда здоровью, либо причинение тяжкого вреда здоровью. Но, по словам полицейских, для этого необходимо провести ряд экспертиз. Срок до судебного расследования составляет по закону 2 месяца. Факт хищения оружия выявлен в одном из районов Кустанайской области. Бывший ученик похитил автомат, непригодный для стрельбы, из здания школы. Как сообщает полиция, бывший ученик Аятской средней школы, 18-летний житель поселка, для селфи, как он позже рассказал на допросе, решил использовать автомат Калашникова. Он знал, в каком кабинете находится массогабаритный макет оружия. Затор можно передергивать и эмитировать выстрел. Флажок режимов огня трехпозиционный. И функция предохранителя в нем работает. По данным полиции, юноша взломал кабинет и забрал модель. Но сделать селфи ему так и не удалось. Пропажу быстро обнаружили педагоги и обратились в полицию. Полицейские Денисовского отдела задержали похитителя. Макет оружия вернули в школу. Между тем, если в ходе следствия статью хищения оружия не переквалифицируют на какую-либо более легкую, парню-похитителю можно грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Так как модель полностью учебная, то и детали механизмов в нее урезаны. Ни учебные, ни светошумовые патроны в него заряжать нельзя. Мастеров или, возможно, мастериц тайского массажа выдворяют из страны полицейские Кустаная. Факт нелегального труда был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал трафик-2021», которое начато в регионе с 5 июля. Как пояснили в департаменте полиции Кустанайской области, граждане Таиланда будут выдавлены из страны за то, что оказывали в Кустанай услуги по предоставлению оздоровительного массажа без разрешительных документов. Всего за время проведения операции с 5 июля, за нарушение установленных правил пребывания на территории Казахстана, к административной ответственности привлечено 43 иностранца. Из них 10 – за незаконное осуществление трудовой деятельности. Операции проводятся в целях противодействия нелегальной миграции на территории государств участников договора о коллективной безопасности, сообщают представители миграционной полиции. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущем понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАУ Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. 24 мая текущего года в Конституционный закон о выборах были внесены изменения и дополнения. Поправки подразумевают прямые выборы акимов сельских округов, сел и поселков. Это не обошло стороной и наш регион. Часть сельских акимов в Костанайской области будет избрана уже совсем скоро – в июле. Подробности у моих коллег. На 25 июля нынешнего года назначены выборы Акима поселка Октябрьский, что территориально относится к городу Лисаковск. На данный момент в местную избирательную комиссию поступили заявки от двух претендентов. От Молдобаева Нуржана Булатовича и Бектанова Ерлана Тургамбековича. Проводится у нас на сегодняшний день соответствие этих кандидатов требованием Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан и законодательству в сфере государственной службы. В самом поселке Октябрьском, где и будут выбирать Акима, уже начали работу две участковые избирательные комиссии. Если граждане с ограниченными возможностями не имеют возможности прибыть на избирательный участок для голосования, то проголосовать они могут на дому. То есть они пишут заявление в участковую избирательную комиссию и по заявлению два члена комиссии выезжают для того, чтобы избиратель проголосовал на дому. Избирательные участки откроются в день голосования – 25 июля. Они будут работать с 7 утра до 8 часов вечера. Всего по региону выборы пройдут в 65 сельских округах. На данный момент свою кандидатуру выдвинули 132 человека. Валерия Зиновьева, РТН Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент». Автоматизировать процессы, связанные с недвижимостью и земельным кадастром, а также повысить качество сервиса ЦОНов – таковы задачи на ближайшее время Государственной корпорации «Правительство для граждан». Об этом сегодня рассказал на брифинге председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Подробнее в материале моих коллег. В Казахстане до конца года планируют внедрить облачную ЭЦП. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя правления «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Он отметил, что облачная ЭЦП будет функционировать по биометрическим данным. Сама система не будет файловой. ЭЦП будет храниться на удаленных серверах и по биометрической идентификации ЭЦП будет вызываться. Данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП. Мы ожидаем, что это решение станет ключевым для перевода людей на онлайн. Но вместе с тем, для повышения качества услуг и сервисов в ЦОНах в этом году мы запустили систему по сбору, обработке и поступающих жалоб и предложений граждан. После обращения в ЦОН у казахстанцев есть возможность оставить отзыв через сканирование QR-кода или пройти короткий опрос. На сегодняшний день уже собрано около 89 тысяч отзывов. А с 1 июля корпорация правительства для граждан начала делать обратные звонки по негативным отзывам граждан. Данные звонки позволяют выяснять причины недовольства клиентов и оперативно их устранять. Ни один негативный отзыв не останется без нашего внимания. Система обратной связи показала, что у нас есть проблемы по оплате государственных пошлин, а именно очереди в кассах и большие комиссии банков. Для решения данной проблемы совместно с КАС ПКЗ и Халбанк была запущена QR-оплата госпошлин. Одной из популярных услуг в ЦОНах – выдача водительских удостоверений. Чтобы исключить коррупционные риски, в апреле текущего года в городе Алматы запущен пилотный проект по сдаче теоретического экзамена совместно с Юстади. Данный пилотный проект включает в себя металлодетектор при входе в экзаменационный класс, аудио-видео, фиксацию, биометрическую идентификацию, а также технологию тонкого клиента. Хочу обратить ваше внимание, что после внедрения пилотного проекта количество обращающих для сдачи тестов снизилось в 6 раз – с 532 до 88 в день, а доля успешно пройденных снизилась в 2 раза. Как рассказал Сьюныш Абдильдин, до конца года планируется масштабировать этот проект по всему Казахстану. Алия Досмагомбетова, РТН В год 30-летия независимости Акиматы региона переформатируют свою работу в рамках госпрограммы «Рухани Жангару». Они добавят встречи с известными политическими и общественными деятелями, а крупные ТРЦ, кафе, рестораны, а также общественный транспорт во время своей работы будут транслировать классическую казахскую музыку. Мои коллеги продолжат тему. Программа «Рухани Жангару» реализуется в Куснойской области уже на протяжении 4 лет. В этом году в ее рамках уже пройдено почти 2 тысячи мероприятий на 1 миллиард тенге. И лишь 33 миллиона тенге из них – это бюджетные деньги. Остальные – привлеченные. По официальным данным, количество реализуемых совместно с меценатами инициатив выросло на 40%. Пример, в городе Рудом построен новый современный спортивный зал «Аятфитнес-премию» в районе Бимбета-Малина, спортивный стадион в селе Валерьяновка. Меценатом Исхаковым, Сапаром Исхаковичем, директором фонда «ТЛЕП» в Амангельдинском районе построен универсальный спортивно-раздоровительный комплекс в селе Амангельды. Также по его инициативе начало строительство туристического хаба селя Амангельды. По данным Управления внутренней политики Кустнойской области, в год 30-летия независимости работу Акимата региона рекомендовано переформатировать. К примеру, добавив встречи Акима всех уровней с известными политическими и общественными деятелями, внесшими вклад в развитие области. Помимо этого, Управление инспекцией труда, координация занятых со соцпрограмм, могут провести конкурсы рабочих профессий и профессионального мастерства. А Управлением предпринимательства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с владельцами крупных торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, автобусных парков рекомендовано организовать проект по проигрыванию традиционной классической казахской музыки и радиостанции в местах массового скопления людей, а также на автобусных маршрутах. Вариант, то, что мы находимся в желтой зоне, Акиму надо будет здесь четкую работу провести по пазах радиуса, то, что предлагает проигрывание классической музыки. Но, конечно, там массовое скопление не допускать. Также Аким в Кустнойской области рекомендовал увеличить информационное сопровождение программы «Рухани Жангру» в рамках государственного заказа. Сейчас в регионе совместно с региональными средствами массовой информации реализуется 21 проект, в рамках которых открыты специальные рубрики. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Продолжение следует...